Добрейшего времени суток на связи Antiquar. Добро пожаловать в Disciples 3 Reincarnation. Мы продолжаем проходить оригинальные кампании. В настоящее время проходим кампанию за Империю или за Защитников Империи. Представляю вашему вниманию, какая она у нас по счету. Четвертую часть прохождения стартовой миссии из этой кампании. Мне-то еще написали в чате, что готовься. Дальше-то карты будут больше. Это маленькая. Это я к тому, поскольку серия у нас будет уходить на карту. Ну ладно, разберемся. Итак, продолжаем прохождение. Идем мы по направлению к второстепенным заданиям. Основное задание оставили на потом. Ну, хочется более полно исследовать карту. Вот это вот все. Так. Кабак Черный Дракон плюс один в дальность хода в бою. Ну, давайте мы, наверное, начнем с того, что подсветим окружающую нас территорию. Есть ополченец, с которым можно побеседовать. Ну, есть какие-то враги. В общем, будем разбираться. Так, теперь у нас также имеется маг с некоторым отрядом, которого мы вели вот сюда. К темной башне, к башне смерти, для того, чтобы он там попробовал покачаться. Ну, сложно сказать, что из этого получится, какая там будет сила охраны. Ну, в общем, прокачивать второго персонажа, по возможности, мы будем. Ну, и вор пусть следует за Ламбертом. Тоже может пригодиться, правильно? Город улучшен. А, что это обозначает вот эта вот надпись, что город улучшен. То есть они... Да, смотрите, он изменился. Был маленький, хлипенький. То есть они просто от времени, что ли, улучшаются? Любопытно. Кстати, давайте-ка мы возьмем нашего мага, зайдем в город и посетим магазин. Мы вроде как здесь смотрели. Наш охотника, плюс один скорость. У нас 3490 денег. Есть тотем, который надо купить, да, у первого торговца. Ну, там вор это сделает. Поэтому, наверное, сюда мы тратить не будем. И нет равновесия. 25% к защите от магии и воздуха. Ну, много всяких интересных штук. Но мы так скорее больше полюбопытствовать, чем прямо здесь сейчас покупать. Смотрите, какой у него посох. Интересно, насколько его удобно носить. Он такой, ну, балдашник у него просто конкретный. Так, дорогой товарищ, человек. Погнали к башне. Есть где усилиться или нет? Увертливость плюс 20%. Давайте мы его вот здесь оставим, чтобы он взял эту увертливость. И после этого как раз двинул, не теряя ходы. Хотя, вроде как, он и так успеет, да? Ну, давайте, ладно. Сразу же заберем и побежим. Не будем тратить время. Ну, и здесь открываем карту. Видим кучу красных точек. Это прекрасно. Будет где покачаться. Ну, идем беседовать с ополченцем. Посмотрим, что он умеет нам сказать. Ополченец. Как хорошо, что вы заглянули в наши края, капитан. Множество странных вещей начало твориться в округе за последнее время. Участились разбудничьи нападения, появление уборотней и прочей нечисти. Как сговорились. Неужели все это связано с падением какой-то звезды? Ламберт такой. Так, так, так. Секунду, разберемся. Ополченец. Мы созывали ополчение, но собрали слишком мало людей, которых едва хватает для несения дозоров. Да толку от этого? А тут еще эти жуткие твари на кладбище обосновались. Из множества костей все. Да от одной мысли они к бойцам жутко становятся. Довольно. Боец, разберемся, что у вас тут к чему. Показывай давай, где эти чудовища. А, рядышком, да, вот тут. Угу. На лужку. Что-то кладбище у них в запустении находится, прямо скажем. Дополнительное задание добавлено. Уничтожить нежить на ближайшем кладбище. Ну что, пойдемте сразу уничтожать. Вот сейчас плюс один дальности входа в бою себе сделаем. И пойдем. Колодец. Дополнительные очки входа в мире. Записываемся. Ну и погнали. Итак, с кем мы тут имеем дело? Зомби. Ну это простой паренек, да. Простой такой, танковый. С уроном в 100. Ну, в общем, ничего примечательного. Дальность входа в бою 1. Ничего примечательного от слова совсем. Костяной голем. Вот это вот полюбопытнее. Два раза бьет. При получении крита наносит 49 урона в ответ, да. Всем противникам на расстоянии одного гекса. Меткость 58. То есть критовать будет как не в себя. Ну и призрак. Правильно? Да. Довольно увертливое создание. Которое накидывает паралич, но помимо этого еще и наносит урон. Ладно, посмотрим, что они смогут нам сделать. Или что сможем мы им сделать. Две точки сосредоточения. Из приятного, да. Есть вот такая еще штучка. В общем, сначала мы ждем. Надо вспомнить горячие клавиши. Через таб ожидания. Здесь занимаем вот эту позицию. Здесь тоже, пожалуй, что ожидание пока. А чей-то он в защиту не встал. Ты чей-то в защиту не встал. Мертвец. 5% на промах. Понял. Понял тебя. Так. 130 сняли. Ну, сейчас девушка будет по нам бахать, да? 25%. 25%. 25 урона по защитной стойке. Но паралич при этом, при всем. Ну и что? Кого лечим? Девушкой? Себя любимую? Это на нас воздушный щит, да? Накинут эффект. Парализация. Это все понятно. Надо вот эту дрянь победить. Так, предлагает перехват осуществить. Или в защитной стойке. Ну, а, ну мы. Мы не в защитной стойке, да? Она свалилась. Поскольку мы были парализованы. Ну, давай. Давай. Пусть будет перехват. А, Илья, а единичка это отказаться. Все, понял. Ну, чуть-чуть не туда нажал. Подумаешь. Каким не было. Сейчас вспомним. Все ходки. Веселень пойдет. Наверное, вот эту дрянь нужно прежде всего подстрелить. Перехватили. У нас Ламберта. В кого стрелять? По стену Боголемчика. В кого? Хорош. Ну, вроде как нормально. Мы справляемся. В кого стрелять? Прицелиться? Хорош. Пошла. Придали. 72 опыта все получили, полечились. Ну, в общем. Враг разбит. Наш первый бой в этой серии прошел более чем успешно. Сообщите полченцу о выполнении задания. Сейчас сообщим. Так, перчатки проворства. Плюс один к сноровке. На автомате у нас это все падает. В инвентарь или как? Нет. Сначала, ну, снаряжение на автомате, а вот чтобы оказалось на войне, да, нужно посодействовать. Вот у нас перчатки. Сноровка плюс 5. А что меняется, кстати говоря? Давайте смотрим вот сюда на параметры. Меткость меняется. 21, 18. Ну, в общем, одна сноровка дает плюс... Три меткости. А, ну вот он. Мы взяли в руки предметы, нам в скобочках пишут, да, какой бонус мы с этого получим. Ну, в общем, плюс три меткости. Ладно. Ясно. Так, кстати, у нас есть всякие штуки на продажу. И, кстати, я в бою хотел вот эти вот вещи поделать. Давайте мы сейчас все-таки... Отрепетируем применение предметов и снаряжения в бою. Ну, и вот это вот надо все реализовать. Передаем на нашего... Воришку и вперед. Ламберт. Что ж. Довольно, вольно тебе говорят. Нет больше тварей на кладбище. Оно, конечно, и к лучшему для вашего поселения. Но соратников ополченцев пока распускать не спеши. Сам видишь, какое нынче случается. И как часто нежданные беды приходят. Ополченец. Благодарю вас, сэр. Сделаем для защиты селения все, что не поручите. Слава императорской гвардии. Сообщили. Ополченец доволен. Все довольны. Все счастливы. А с ним можно еще поговорить? Или все? Ну да. На этом мы закончили. Есть крестьянин-охотник. Тоже нам что-то сейчас, видимо, скажет. Ну, погнали к нему мы. Подойдем. Ну и воришку нашу. Активируем. А он как раз с крестьянином побеседует за нас. Хорошо. Крестьянин-охотник. Светлейшие господа. Не откажите в помощи скромному охотнику. Мой брат Коттон и я отправились в лес проверить телки. Только сами угодили в ловушку. Орки обступили со всех сторон. Мне казалось, что братишка бежит рядом. Но когда опасность миновала, я понял, что Коттон там остался. Богом клянусь. Я не хотел. Спасите его. Что я скажу нашей матери? Не клянись всевышним. Если твой брат жив, мы освободим его. Если мертв, отомстим за его гибель грязным безбожникам. Благодарю, молодой господин. Орочий лагерь должен быть где-то на востоке. Отсюда. Если судить по следам. Не помню, откуда бежал. Ну что там. Где там лагерь, где там братишка. Но надеюсь, что братишка не навертили. Да? Ну, не очень похож на человека. Это обнадеживает. Были мы там, но там нас приняли не слишком хорошо в прошлый раз. Так. Ну что мы берем? Кандалы и древнюю реликтию, да? Несем на продажу. Все остальное пусть будет. Всякие у нас есть штучки. Ну, используем где-то, да? Нам еще основные боевки проводить в этой миссии. И я думаю, что все найдет применение. Что? Так. А, стоять. Стоять, стоять. Я подходил. Ёлки-палки. А с другой стороны к ней подходил. Да будет так. Ой, ну ладно, не будем загружаться. Или загрузимся. Ну, мы просто ходы потеряли, да и все. Ладно, не будем. В следующий раз буду умнее, что называется. Колодец посетили. Куда еще? Ой, ой, ой. Блин. Залп. Просто альт и пробел рядом. Ну ладно, что я вам рассказываю? Понятно, да? Как это случается? Мисклики-то как происходит. То есть сюда не надо, сюда не надо. Но мы здесь уже были. Да, идем волков побьем на автобой быстренько. Ну и дальше двинем. Сейчас бы антиквар еще не антикварил. Скучно было бы. В кого-то стрелять? Так, тут можно прям, наверное, сразу авто будет прожимать. Так, это у нас двоечка, да? На двоечку согласия. Давайте закрепим, как тут происходит. Ну, этот побежал в обход. Я думаю, что быстрый бой. Вполне себе здесь хорошо зайдет. Это мы опыт, что ли, получили все? Прям все сразу. 77 опыта. Ламберт почему-то 58. Интересно, почему. Меньше, чем остальные. Ну и я так понимаю, что уровень получили, да? Видели? Водоворот света вокруг наших ребят. Да, Ламберт. А, ну он докачался до уровня. И что, мне хотят сказать, что в этом сценарии все? Он дальше качаться не будет. Ну куда? Мы идем к лидерству, правильно? Через быстроту. Через смертельную грацию, правильно? Угу. Ну, давайте посмотрим дальше. Обратим внимание, будет ли он качаться. Предел. Опыт. Не будет дальше качаться. Ламберт, он, в общем, у нас на пятом уровне, да, максимально. Вот, нам подписывают, остановился. Итого, 260 жизней, 69 урона у него. Ну, остальные характеристики тоже можете видеть. Так, ну, смотрим, здесь у нас что. Ну, в общем, она тут качается потихонечку, да, уровень сейчас получила. Так, стрелок не получил. Рыцарь получил. 84 урона, 3075 здоровья. И маг получил, правильно? Угу. Ладно. Замечательно. Будем считать, что вы, ребята, хорошо справились. Так, здесь у нас кто такой? Импы. Ну, это тоже. На автобой все должно биться. Все вы стреляли на моей стороне. Благодарю тебя. На это мы уже, благо, можем не тратить времени. Враг разбит! Что? Так. Продаем все ненужное, покупаем все нужное. А именно... Знак отваги, да? Сколько у нас? 7000. Так, а тут еще что есть? Ноги. Плюс один к скорости. Плюс один к скорости весь отряд. Я думаю, нам это надо. Чей-то мне подсказывает. Ну, побежали обратно. Вот так и будем жить. Что? Туда побежали, сюда побежали. Успеем отсюда за три хода добежать до башни. Опять-таки есть сомнения, да, определенные? Давайте мы здесь останемся на следующий ход. Возьмем эффект позитивный. И двинем. Так, что у нас по заклинаниям? Что мы можем еще выучить? А, ну у нас, подождите, выучить. Не будем мы ничего учить. У нас маны-то практически нет, считай, 425. Вообще ни о чем. А, вход отсюда, понял. Понял вас. Вроде как должен успевать. Так, на глазок. Так, теперь что тут у Ламберта? Любопытно и интересного. Тоже похоже на какое-то доп-задание. Это у нас город нейтральный. Плюс 10 очков входа в мире. Ну, можно вот сюда забежать сначала. Пробиться. Посвященный. Ну, это колдун, да, самый обычный. Колдун от мертвых. Ничем, в общем, на первый взгляд, не отличается от... Как его там звали-то? Ну, в общем, парня с кровоточащей пентаграммой на груди. Представителя фракции проклятых. В общем, ясно. Мертвец. Видели мы помощнее мертвецов. Ну и призрак. Опять-таки, не должно это доставлять нам никаких проблем. Мертвец. Как скажете? Да. Как скажете? кого стрелять ну и дальше я полагаю быстрый бой вполне себе пойдет они как странно компью как странно проводит зачем-то магом и стрелками вперед лезет но собственно на результате это не отразилось это самое главное все здоровы ну кроме ламберта ламберт чуть-чуть битый я думаю переживет так это у нас что каменные руины кто-то тут живет да нельзя дойти до этого места почему а потому что вот видимо отсюда вот давайте сначала наверно мы к городу тогда дойдем а там разберемся уже впереди неизвестность это прекрасно может быть лучше неизвестности егерь приветствую благородные господа неважно что привело вас порогу этих казарм но можете быть уверены натаскивать бойцов здесь умеют недавно сам обратился так они из приданных мне трусов лентяев выковали прямо-таки железных парней в общем всем советую спасибо то есть это такой рекламщик да на минималках от представитель тренировочного лагеря мило рекомендую горит это обращайтесь не пожалеете блин колодец что пропустил успел бы ну ладно не суть давайте заглянем что ли как-то работает повысить уровень персонажа 125 зол слушать а и недорого просто вдвойки то это было тут были прямо грабительские расценки да нужны нам куда-то здесь деньги на купить там вот эти вот все в городах припасы до которые имеются но я имею не припасы артефакты предметы снаряжения знания магии растут давайте деда качнем он лдуном был посерьезнее в общем моя вера укрепилась качнем вот этих ребят шутки получнику не досталось ну ладно я думаю не обидится на нас так хорошо здесь у нас кто уилбер дон самое то вспомогательных героев прокачивать хорошая мысль ничего не скажу так ночью виперь я не туда вспомогательного героя отправил да ладно разберемся пусть таки дойдет до башни вепри конечно мерзкое создание 120 если будет критовать так то в общем ничего страшного на моей стороне но если будет критовать то приятного мало уйти 400 здоровья стал 96 урона кайф исполнял уже кайф заклинание сплетено и готово вот как надо так как тот у нас битве да нет никто не биты кому-то инициативу поднять я думаю лучнику еще поднимем почему бы нет кого стрелять ну тут хрюшка видишь обретается сейчас нас так и мимо инициативу хотя кого стрелья думаю что в общем да что можно ускориться ребята у меня уже прокачано конечно один кабан здесь не должен нам доставлять сколько-нибудь серьезных проблем эффект для продажи еще один а тут кто у нас тут у нас гоблины гоблина разбойнику и разбойник какие же они мерзкие как же они часто ходят и как же они круто уворачиваются импы ну в общем тоже ничего страшного и вот вот ну блин но не пропускай такие штуки ну что ты куда-то торопишься ну смотрим что тут сможет ли этот товарищ с башни сделать или не сможет волк обычный до разбойник разведчик лучник ну как бы можно попробовать я думаю сейчас не друг испытает силу моей магии испытает рож командуйте так стоять это у нас от товарища ночью этого ставим здесь защиту вот этим обходим в направлении лучника так что ли или это очень жестко это наверное очень жестко лучшим не так много урона наносит защиту здесь защиту здесь амад там пусть пытается разваливать думаю что так это у нас будет работать да ну маг то лучника и развалит в общем ну если попадет конечно да ладно терпим крит понял даже не пытайся командуйте как тебя опять защит командуйте а мы будем бить давайте попробуем волка серьезно выбить побыстрее ух ты лучник решил бахать по нашему колдуну теперь я серьезно 16 урон конечно да команд конечно ничего этого надо отвезти назад а то сейчас отъедет командуйте перегруппировочка хорош корритовать то уже ой окажу помощь все главное корритуют а так лучше командуйте а то есть мы его не еще и не добили не ну слушайте меня тут час это разберут на запчасть командуйте пока живем но это недолго мне кажется так ладно в атаку об промах хорош ты хопа минус волк здесь ну понятно мы одного отдавали здоровье 65 ну пробуем победить вот этими силами не значит получится что-то я сомневаюсь ну да так ладно слушайте ну тогда наверное наверное знаете что тогда наверное мне нужно разворачиваться как бы это ни было прискорбно ну просто тут 15 раз загрузиться до пытаться пробить головой стену это все не слишком веселая история бежать вот сюда и тихо 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 ты куда бежишь то то есть пока вода то сам не направишь нужную дорогу он попытается прорваться по кратчайшему пути где 150 монстров по дороге стоят но ясно так ладно пойдем мы не готовы таким сражением объективно мы возможно и побеждаем этого разбойника но нам придется несколько раз погенерировать рельеф до чтобы зашли промахи хорошо зашли криты хорошо ну в общем не хочется такими вещами заниматься поэтому мы и не станем а а здесь мост который охраняет наш парень до с другой стороны так это мы отдаем это мы забираем помните да там стоял такой нехилый воин который сказал что в округе все спокойно знак отваги плюс один к скорости на весь отряд а куда мы это должны вот сюда водрузить да а чё меняется опять-таки здесь ничего не меняется или это плюс один к скорости на карте вот тут как-то все написано или вот тут что-то меняется подождите не вижу где чем меняется нет 13 подождите дальность хода в бою это называется дальность хода в мире плюс один к скорости ладно сейчас в бою проверим да как это выглядит смелому в бой пойдем очень неплохо тут локаций для боевые сделано прям выглядит хорошо у нас прачник да по нам прошелся кого стрелять да вот тут есть такой товарищ мерзкий достаточно ну-ка иди его пока достань иди его пока стрелять небо на праздник здесь наверно в защиту встаем да да воин императора кого стрелять там защиту держим оборону круговую и а а и и и и и и Гоблин, гоблин сейчас отъедет Сейчас наш лучник таки его Достанет В общем победит В общем вы поняли Рома, хорош Ну здесь по защитной стойке Работайте, нет возражений Здесь продолжаем стоять В этой самой защитной стойке Ну и добиваем вот этого Товарища Здесь попробовали добить Вот этого товарища Как-то не пошло Тебе не пройти Промах 12% Ну то есть прям вообще Не сказать что-то Какое-то значительное число В общем тоже Тоже можно тут давать быстрый бой Смотрите, совсем да Деревенька слабая Сейчас пройдет какое-то время И она, я так понимаю Сама собой отстроится Ну просто тот город Мы ничего не делали А он взял И через некоторое время Стал замечательным Со всех сторон Так, что у нас Перчатки Плюс один Сноровкин У нас такие же Да, собственно Знак башни Плюс 25% К защите от оружия На весь отряд Неплохая штучка Всякие руны есть Ну все это денег стоит Как вы понимаете Брать не будем Посмотрели Облизнулись Чистая ненависть Плюс 2 к перехвату Летучая пыль Плюс 1 к дальности хода В бою Ну понятно написано Ладно Хорошо Хорошо Замечательно Куда мы дальше идем Христианин С ним биться надо Больно хлипкий Да, реально Бойтесь, смотрите Все выстреляй На моей стороне Это такой бой Молодец Чтобы получить Капелюху опыта Не более того Враг разбит Это все Соберем каким-нибудь Помощником Лечилки Да, у нас Во множестве Валяются Ну и все красные точки Мы тут извели И перебили Можем ли мы идти Вот сюда К нежити Ну мы можем Попробовать Да Не знаю Насколько мы Там будем Сейчас Хорошо И эффективно Но попробовать То мы можем Правильно Есть квест Побочный Давайте постараемся Его выполнить Ну а здесь Мы идем Качать героя Так Нет Так далеко Не будем Отклоняться Проще Проще Пройти Через Столицу Лучше Я вам скажу Проще Надежнее Со всех Точек зрения Территория Здесь Зачищенная Вряд ли Кто-то На нас Нападет Да Вот он Страж Которым я говорил Страж Переправа Делаю Слушайте А мы же можем Продать Нам же Не обязательно Сюда Бежать Да Мы же Можем В городе Продавать В магазине Так Побежали Обратно Ну сюда Просто Ближе Бегаем Туда Сюда Почему бы И нет Нравится Нам Туда Сюда Бегать Руины Еще Какие Сейчас Сейчас Мы найдем Что-нибудь Интересненькое Угу Воин Севера Белый Волк Да Как бы Ничего Особенного Да У волка Нет Это Воин Севера Севера Ну в общем Гном Который Компания Которых К сожалению В тройке Отсутствует Что умеем Воин Света Плюс Триксили Действует Только Днем А ночь У нас Нынче Света Попадание под перехват. Максимальное здоровье плюс 40%. Ничего себе. То есть это плюс 240... Нет, подождите. Плюс 40%. 55. 10. Сколько получается? На 4. 220 плюс 220 здоровья. Неплохая штучка. Ну и иммунитет к отталкиванию. Так, надо, наверное, записаться все-таки. Да, я, конечно, крут. Но... Но всякое может произойти. Срабатывает при убийстве. При уничтожении бойца противника восстанавливать 20% собственного здоровья. Воля. Срабатывает при снижении здоровья до 50%. Плюс 2 к перехвату. Гном такой, да? Смотрите. Такой крепыш прям. Прикольно нарисован. Давайте здесь поднимем инициативу. Прицелился? Нормально так. Кританули. Понимаешь, мы под этого волка подставились, да? С одной стороны. Но с другой стороны мы можем перехватить атаку. В кого стрелять? Ну, давай сюда. Уже начали. Будем продолжать потихоньку. Так, предлагают перехватить атаку с оруженосцем. Ну, давай. Стоять! Давай перехватим. Ну, здесь, пожалуй, не будем. Выполняю. Хвала Всевышнему. Лети. Выглядит тоже легкой победой. Ага, легкой победой и Ламберт целился, да? Ой, это я, конечно, поторопился с целегонца. Так, а что там у нас по опыту? 90 опыта, блин. Ламберт целился. Ну, как так? Как ты вот мог слиться? Взять? Что еще? Деньги? Ну, в общем, ерунда всякая. Ну, нет. Надо, конечно, Ламберт тут зачем сливать. Непонятно, как это произошло, на самом деле. Ну. Что называется, урок будет? Просто волка одного победили. Так, ну ладно. В кого стрелять? Тут был Крит. Критий! В прошлый раз. Жаль, в этот не прошел. Вот это нас, что ли, вырубил или как? Как это вообще? Как это произошло? Мне интересно. Ну, 120 атаки, ничего. Впереди неизвестность. В кого стрелять? Прицелился? Пошла. Сейчас, Крит, да, зато прошел. Стоять! Воин Императора. В общем, по той же схеме действуем. За одним исключением не будем сливать героя. Внесем важное такое изменение в эту концепцию. Критий! Так, ну и маг тут сейчас все нам сделает, да? Если не промокрой. Хорош. Чудо, как хорош наш маг. Так, а теперь на тебя посмотрим. Дальность хода в бою 2. То есть ты дойдешь. То есть мы тут ставим защиту и ничего не придумываем. Перехват. Не нужен. Ага, сюда бьешь. На 90. Перехват. Тебя, пожалуй, можно и перехватить. 138 Крит пролетел. Такая себе история. Теперь вот этого пробуем аккуратненько разобрать. Будем ли мы его бить? Ну, наверное, да. На 150 урона. Угу, понял. В ответ нам залетело. Она на 115. Конечно. Видимо, вот так мы и залили здесь, да? Промокрой. 5% понял. 60% урон нанес. А здесь здоровье 313. Наверное, вставай в защиту. Говорю, лять. Вот что я тебе скажу. Лети. Если не кританет, то будет прям вообще хорошо, да? А ты в защиту вставай. Сюда лечим. Кого стрелять? А что это мы ходим? 53 раза подряд. Или мы его добьем? Лебо. Направь. 174. Здесь 69. И 96. Не добьем. Ясно. Благодарю тебя. Ладно. Не добьем сейчас, добьем потом. Лишний раз отличимся. Ого. В кого стрелять? А просто здесь надо все было сделать чуть поаккуратнее, и никто бы тут не сливался, не умирал. Спасибо. Ну да ладно. Опыт сын ошибок трудных. Враг разбит! И нам обратите внимание, что наполнение вот этих вот всех башен, ну, в общем, руин, да, назовем их общим словом руинами, оно каждый раз разное. В прошлый раз нам здесь дали кандалы, которые за 600 монет, да, просто предмет для продажи, и 200 монет. Сейчас дают руну, грозовой ореол, и ману земли. Занятно. Через 6 ходов это опять место наполнится всякой разной нечистью. Так, здесь, соответственно, в магазин идем. Эту штучку продаем, причем цена хорошая, да, ну, что у торговцев продавать, что в городе, никакой разницы. Так что надо об этом помнить. Так, ну и что, мы двигаемся за Ландертом, да, тут тоже есть что собрать, всякие руны, всякое такое. Ну и тут у нас паренек продолжает свой путь. Так, теперь. Есть какой-то еще отряд, да, чтобы подраться, получить опыт. Ну, наверное, сюда и пойдем. Там он дальше стоит на Сверату, не будем прям сразу на него кидаться. 144 урона, неплохо так. Вообще-то, я бы сказал. В кого стрелять? Вот в эту барышню. Да. Вот в эту вот барышню бабахнет. Ой, а ты опять ходишь, елки-палки. Что-то есть там. Воин императора. И она нас таки опередит все же, да? Выполняю. Ну и ладно, кого-нибудь. Кого-нибудь попадешь в место, загородил, да, вот эту вот клеточку, можно было ее убить. Не подумал. Не подумал об этом. Ну и ладно. Ну, в общем, тут простой бой. Плюс-то здоровье. Это она... За счет чего сейчас полечилась? За счет того, что встала на точку сосредоточения и пропустила ход? М-м-м... Ну ладно. Окей. Хорошо. Воин императора. Так, и сейчас меня будут с этой точки атаковать. Ну, был красавчик, что-то скажешь. Когда хорош, тогда хорош. Почему? Я думал, что у меня ламбер должен встать быстрее их походить, да? Ну, заблуждался, да? Каждый заблуждается в меру своих способностей. Перехватывай, чё уж там. 216! Ёлы-палы. А почему мы не прихватили? Пасть смерти. Ёлка. Вот это вот простой бой. Вот это я в него ввязался. Ой, так ладно. Тащим. Сами вляпались в плохую. Такую историю. Сами тащим. Задели, которое было у неё в инвентаре. Понял, спасибо. Выполняю! Так, давай-ка вставай в защиту. Лети! Лети! претонули в ответ срабатывает при увороте прикольная кстати история да вроде вроде врагу вернулся вроде а вроде и не слишком помогло кого стрелять заклинание сплетенов и готова спасибо спасибо нормально в итоге даже ничего не потеряли здесь это кто такой у нас зомби призрак посвященный и чумной волк такому вроде не видели еще до отравленный дар срабатывает при наступлении хода накладывает проклятие заразная болезнь которая каждый ход уменьшает силу на один мерзкое создание все равно сначала к нему так мы подкопили всякой разные маны может быть нам что-нибудь эдакое изучить всякой разной кроме чей кроме маны рун тут ее нету да плюс 4 дальность входа ну слушайте вообще-то дороговато ангел-хранитель срабатывает при получении критического удара эффект плюс 150 процентов увертливости божественное исцеление плюс 250 к здоровью плюс 50 процентов увертливости нам рун смерти не хватает мы сейчас тут наберем ладно сейчас мы здесь чем 1 ты чего и свалить в этом плане дам по части рун это же смерть до рун и смерть пожалуйста все есть все в наличии так а здесь мы собственно через мост можем пойти где он вот он поехали с этими разбираться ребят чем нового волка поконтрить бы как-нибудь побыстрее хотелось бы да очень мне понравилось описание его у нас есть вот такая штучка ага из интересного пока не стреляем хочу стать на возвышенность паралич паралич конечно гадкая история воин императора ну здесь тоже танкуем что встаем сюда начинаем танковать и ну-ка супер мега выстрел хорош и я думал все я думал мы их убиваем убиваем участвую бьем до колдун неплохо неплохо бахнули а здесь у нас 50 сколько 53 здоровья я стреляю на 52 прекрасно давайте сюда тогда же на 130 урона так здесь повременим пока блин он два раза х и ходит так и я успевал его убить а еще колдун ходит да а ну-ка давайте сейчас колдуну колдуну у нас все это делают и целится а макарит она же все даже даже до колдуна не дошло зато здесь дошло до вот этой мерзкой штуки которая силу сосет до отравления выполняю ну не выглядит все страшно бьют конечно сильно ничего не поделаешь придется потерпеть что называется благодарю тебя как бахает как не в себя слушать инициатива конечно у него настакивается будь здоров я похороню тебя спасибо враг разбит так что в сундучке в смысле в мешочке зелье легкости плюс 2 к скорости так кальцо дает умение кратчайший путь многие знатоки троп невиндаара носят такие зачарованные кольца кажется крошечные кусочки металла знают кратчайший путь к цели это хитрая магия или величайшая иллюзия никто не берется судить срабатывает при наступлении хода инициатива плюс 10 процентов эффект накапливается прикольно в общем ничего тут так вроде не меняется да на том что плюс 10 процентов течение хода но ими вот здесь в параметрах не отображает сразу но штука на первый взгляд полезная так ну и что у нас тут на сферату стоит заждался нас бедолага или сначала вот сюда можно и сюда сначала может ничего докачается как-то на сферату я так понимаю практически мини-босс так здесь колдун бежит вот что-что но бегать этот колдун научится плюс 50 маны смерти не очень много лишь тут еще она лежит так ладно погнали бахать это по идее у нас что в режиме автобоя кстати говоря тотем то у нас вот он по поводу скорости скорость в бою нам не прибавилось да как было два так и есть два чудо дает тотем ну для меня загадка есть честно да ладно так что пойдем сюда наверное да наверное пойдем ты сюда девушка как уже отходят немножко инициативу дает в кого стрелять просто добежали да пусть они к нам идут с крайне невысокой скоростью дайте они к нам будка и же долго так а вот это вот колечко да так действует пожалуйста инициативу плюс 10 процентов три хода в бою эффект накапливать то есть на третьем ходу и дальше у него будет плюс 30 процентов инициативы если я правильно понимаю эффект которая у нас накидывает это кольцо кого стрелять тут мы как раз достаем домой бах и уйти ага уже вот как надо давайте давайте подходите тут можно вас ждать кого стрелять тут лучник извелся уже всего нормально вошла ретану неплохо ну тут инициативу нас таким почему нет потому что можем да а в смысле не добил интересно я-то думал я все добивая его гарантированно 216 понял сейчас тот меня убивает да пришел провести простой бой правил проверяете антиквар такой антиквар а это а что значит просто ну не надо технику идти но зачем ты пошел ну хотя бы посмотреть сколько там ты ему урона нанесешь так ладно спокойно спокойно спокуха уйти куши эй ой что творю что делаю в кого стрелять да туда же бахай раз уж начал уйти воин императора занимаем занимаем две точки ставим защиту так мало того что я ее повел не туда так она еще и загородил нам проход ну ладно в общем ламберт это в общем туда и не надо это да получается получается так вот как надо в кого стрелять угу эффект плюс один к скорости это вот то что дает тотем надо посмотреть что такое скорость и что она отвечает в общем явно что не передвижение на поле боя наверно кончик какая-нибудь увертливость я предполагаю ладно не судя в кого стрелять да добить тут надо вот этого товарища заклинание сплетено и готово здесь встаем чтобы переход в защиту и убираем и перехватываем амата а он перехватил атаку проверяй кого стрелять ну да у него что ты ход единичка вообще не суть здесь то мы уже побеждаем и главное было не пойти не броситься вообще в какую-то бесшабашную абсолютно неподготовленную атаку как я сделал в прошлый раз все соответственно складывается хорошо так два элементаря воздуха 2 два не один да сейчас я буду сыпать этими заявлениями капитана очевидность ну реально два не один все выстрелять на моей стороне какая дальность у вас 3 гекса то есть отсюда надо вот держаться подальше воин императора воин императора кого стрелять уйти заклинание сплетено и готово сколько здоровья у тебя 195 не тобой мы не пойдем вперед опасное ранение а минут минус да паренек а вы тоже не надо выходить вперед я понял так соберись антиквар прям даже неловко за то что делаешь здесь это просто у нас будет еще же далеко да он просто стоял в одной линии они так-то в задние по задним рядам бить и не будут правильно просто мы пропускаем здесь занимаем точку сосредоточения ставим защиту и в общем горе не знаем я так думаю тут в защиту тут защиту на всякий случай ну да они по ближайшему бьют это не париться 239 урона понял стаффорд выступает понял вас господа хорошие да нет надо в защиту наверно уводить но если они каретану кто блин сужение меня и к их лицам то никак не привыкну если они каретану это все сюда и сюда хорош нормальная тема а два так уйти 75 здоровья 74 здоровья что видите то есть по идее все у нас хорошо мы выигрываем благодарю тебя но это называется что не было просто второго крита был бы второй крит все было бы не очень хорошо щит этот конечно еще бахает постоянно от этих элементарий тоже неприятная история гробница дает 250 очков опыта герою или или кому хошь эликсир ангела плюс 25 процентов защите от магии воздуха окно и целебные притирки да на сфера тому же сторон не дойдем правильно вот видимо сестра про которую нам рассказывали которую совратил этот посланник смерти ну что готовы мы или не готовы это и битве раз посмотрим маловато маны смерти да если возвращаться вот этому заклинанию нет ни к этому какого вот 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 это мне нравится божественность исцеление вывертлюсь плюс 50 воля всевышнего тоже конечно кайфовая штука и и и и и и я вот смотрю вот на то что тут есть до в первых двух уровнях ну как бы да ситуационно полезная история но скачу прям вот нам сейчас эти с этим товарищем драться но меткость можно накинуть да давайте меткость наколдуем где у нас меткость плюс 50 был конечно сохранить сначала ладно у нас автосейф есть если что полечить надо нам его или не надо миссия были перечку отдать принципе у нас много да вот такую за соточку нельзя передавать а ты как-нибудь постарайся поехали ландер выходи рыцарь империи вызывает тебя на бой но сферату когда-то я был рыцарем но совсем другой империи люди измельчали этот запах пессия она все еще оплакивает свою сестру не может смириться что то обрала счастье которого не понять смертным иди ко мне любовь моя уничтожим очередного наглеца так мертвец на все ерунда до мертвец любовь его тоже ерунда посвященный что из себя представляет сам на сферату пушки да вроде как бы и не страшно мне все представлялось нечто более что-то нечто более эпичное а тут как бы эпичностью особенно ты не пахнет выполняю и я должны дотягивать в другой раз и его стрелять что называется в другой раз дотянется промах 5 процентов данного это легчайшая история минус на сферату ну понятно кого стрелять тут в общем воевать то особо и низким колдун конечно и сейчас он немножко нам подгадит но это шо ж поделаешь не без этого оба перехватил да ты чё вот такой кого стрелять негодяй негодяйский прицелиться пошла не ну это совсем про кстой бы счет у меня представлялась все более бодрым 3 гекса дистанция раз два три ну нет оттуда не дотягивается давайте быстрый бой искал бы что это эпичное завершение серии миссию выполнили до второстепенную сколько юных сердец совратила несуществующие бессмертие покойся с миром сестра тесси покойся ну надо квест сдать мы сейчас угол карты зачистим и соответственно пойдем сестренки доложимся что сестра отомщена и душа и и упокоена а вот я купил этот тотем понял понял древние руины чем было это место в годы рассвета неизвестно кто угодно мог поселиться здесь теперь и руины явно обитаемые а тут виверна доживет здоровое существует что такое разъедающее дыхание срабатывает при нанесении урона минус 1 в дальности атаки стихия вода бьет но в общем сказать но в общем удар по площади с диаметром 3 гекса так это называется правильно идем сюда смотреть варь ничего себе у нее тут подожди тварь я чувствует серьезно же тиран немного у вас эффектов постоянных мне просто интересно здоровье 1355 урон 228 а вот эти здесь ребята вот такие они поставлены для чего но у меня такое ощущение что я вот это вот не пробивая от слова никогда в принципе и ни при каких условиях но больно они жесткие и главное кроме тирана который здоровый до бахают по площади это высокоуровневый данж да я вижу потому что зачем он здесь нужен вот на этой стартовой карте просто он очевидно нам не вне по зубам вот это вот нам вроде как должно быть по зубам так тут инициатива 10 низенькая слабенькая все походят да всеми мы побежим отстрелять прицелиться крита ну хорош рожь рожь и исполнил разбежимся да все таки как бы что верите накроет поменьше народу кого стрелять прицелиться два крыша подряд неплохо рекрита подряд я научился как комп делать что осилить идущий дорогу ну и все больше верно не ходит правильно я понимаю благодарствую естественно дальше ты не пробьешь поставлен скорее для красоты понял прикольный подход у нас там ребята уровне получают вовсю да правильно же блин ну второе знамя мне дали так уж меня прямо обидно я 6000 в него вложил в это знамя а тут так чё у нас вверх я хотел посмотреть что такое скорость да то что она отвечает где она есть выносливость ловкость сноровка скорость каждое очко скорости дает плюс 2 к увертливости и плюс 2 к инициативе все ясно теперь все ясно в этом смысле вы смотрите он качается тут довольно активно уже тут плюс перехват плюс сила молодцы развиваются так для нашего воришки здесь большой фронт работы утащить все что плохо лежит стаффорд милорд вы слышите впереди за деревьями что-то происходит ты про стаффорд и сдается мне что не к добру поспешим что там происходит это кто такой великан налетчик смотрите ему аппендицит удалили не хотя чё-то другое да аппендицит бы пониже был шрам мы пытались договориться полюбовно ты нам денег полные мешки а мы перестанем к тебе наведываться но на какое-то время но кто-то похоже до сих пор не понял что нужно было сделать лавочник простите я одумался вот деньги все что есть забирайте но не так легко тебе не отделаться твоя судьба послужит другим уроком жестоким уроком все убедил товарищем дополнительное задание добавлено здесь защитить владельца оружейной лавки мана жизни это кто у нас это у нас and ну такой тоже неплохой паренек да неостановимый срабатывает при попадании под перехват минус 1 к очкам перехвата эффект накапливается эффект нельзя снять в общем перехватами не надо с ним рядом пользоваться и оттолкнуть этих ребятишек тоже не получится понял принял а кто тут у нас мана смерти беги дорогой друг ну а ты беги куда ты беги вот сюда а уже же город отстроился да был вроде как поскромнее а скоро станет очень крутым таким наверное насколько я понимаю так ну ладно смотрим как ты будешь качаться повысить уровень персонажа за 600 повышаем хорош еще повысить за 660 и знание открылись мне хорошую за 726 отлично все деньги потратила так ну давайте я прокачаем 6 свободно так ну что мы пойдем к лидерству дам в любом случае наверное плюс к дальности обзора плюс 1 к дальности хода в мире за каждые 10 очков скорости и сноровки ну вот так наверно все равно берем прикольная штука если у нас главная задача будет этого героя прикрывать наши тылы в будущем то дальность перемещения ему определенно понадобится авторитет взяли ну чё пойдем сюда теперь ну что куда двинем то ну это понятно истории да вот все остальные они для меня не слишком понятно вот оживить войну воживший доспех применяется на себя вот что это такое зачем как с 1 к дальности атаки тоже кстати тоже прикольно плюс 1 к дальности атак может вот сюда дойдем дальность хода в мире опять же да а давайте вот сюда и резерв может возьмем на следующем уровне сейчас здесь он постоит как раз так мы прокачаемся ну то есть он будет дальше бегать в любом случае так покажите мне этого парня и ровную урон у него конечно 19 урон вообще ни о чем так ну пусть стоит чем качается здесь правильно империя непобедима так ну что давайте мы наверное энта победим вот этого победим и серию на этом закончим так они у нас disciples 3 получаются подлиннее ну чё-то как-то мне прям прям заходит эта история не хочется останавливаться но если моменты конечно убедим кого стрелять есть куда колдуна поставить ага кого стрелять ну да вот в этом крик 41 процент кстати у него ничего себе неплохо так-то заклинание сплетено и готова здесь квит 26 да кого стрелять не перехватом мы не пользуемся с этими ребятами мы жесткие заточенные на то что воин императора умело отвечать на эти истории так 446 здоровьем я думаю надо в защитник держать чуть-то мне подсказывает какой то есть знаете ли внутренние ощущения кого стрелять целятся пошла 1 завалим будет легче а там 2 завалим и все и вообще никаких проблем о хорош без критов это важно хорош кого стрелять да тут вот этот вот паренек что-то дерзкий только осталось 86 жизнь императора данных надо добивать неплохо и лечить все равно сюда потому что ну потому что здоровье у него маловато пролезли эти 3 ты будет не очень хорошо защиту ну и тут дядька 152 хорош как же он критует с этой точке 216 для вас релямами и все надо его добивать если получится кого стрелять будем будем рассчитывать что получится пошла воин императора перехватик да на перейдь на 216 хорош хорош ом а мы а мы кого-то теряем здесь да ну видимо его он воскрешать что делать наверное милую тут перехватить этим ну так он мог тоже отъехать до 1 воскресим страшно у меня вроде как воскрешалки эти давно уже зелья ляки и не тратил да ладно ламберт не переживай тебе и воинам то не быть толковым если оруженосец круче тебя с самого начала игры ну как бы что тут скажешь так это воскрешение нет вот это мне нужно с одним с одним процентом здоровья пункт вот такую штучку да нам бы легкую боевочку чтобы она его отличила 1 разберемся знак рода амулет плюс один к выносливости плюс 25 процентов защите от земли амулет у нас есть плюс один к сноровки плюс 25 защите от магии огня все выносливость наверно повеселее или нет сноровка это у нас что меткость дает да а то а выносливость понятное дело будет давать жизни и тоже меткость но поменьше ну мне кажется вот это получше стоит они одинаково это можно было предположить дать попробуем с этим походить так ты стоишь да денег равно у нас нет здесь и сейчас так и мы можем собственно вот это вот изучить вот эту историю у нас будет один каст один нужна нам такая история на один каст другой стороны куда нам маману смерти это еще девать давайте пусть будет божественное исцеление где-нибудь где-нибудь применим торговец 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 от хорошо это приятно нам надо вот сюда идти правильно торговца придет наш помощник кто ничего себе видели как конь задом сдал припарковался практически ламберт ламберт именем императора сдавайтесь или умрите великан что волки не боятся псов суровый ты дядька но битый при этом так отталкивающий удар этому уже знаем что такой наводящий страх страх срабатывает при нанесении урона стихия разум накладывает проклятие паника меткость минус 30 процентов увертливость минус 30 процентов если крит получит то будет ходить бодрее веселее но его надо убить пока он к нам не дойдет до есть такое у меня ощущение так пара волков и один разбойник ну вроде как вроде как отступить нельзя отступить с боем серьезно кого стрелять а еще мы колдуна можем куда-нибудь привести блин а как он пойдет сюда надо колдуна получается вести в общем вот этого бахаем надо его победить до того момента и быстрее когда он вяжется в бой колдуна вот сюда идем правильно ой слушайте у нас же это битый какой товарищ а сюда не туда отчет полечился то что я забыл что он у нас не в форме так ну ладно ему сейчас его ребята будут мешать вначале стрелять дай покритуем в него хотя 22 процента всего крит не то чтобы прям до бесстрашиваем сердце кого стрелять продолжаем разговор так здесь защита этот товарищ ну да пытает падая пытается куда-то прийти не мы его победим нормально мак тут вот на точку пришел кого стрелять критонул бы хоть раз у него до для для солидности что ли давай быстрее урок конечно жуткий но в общем очень сильно просажен по здоровью это раз да и второе просто банально не может к нам дойти 8 жизней надо его добивать не рисковать того и тем что может по нам ударить ромах 16 процентов вот здесь а здесь 32 меткость 32 меткость 22 ну понятно да этот примерно работает на тебе говорит ну это было достаточно эпично для того чтобы на этом моменте серию и закончить по моему так а 210 опыта получает наши ребятки целом неплохо да сейчас прочитаем что нам скажет местный негациант торгуется ламберт волки псы чушь для бардов жаль никто не выжил их следовало просто схватить и вздернуть благо деревьев кругом целый лес я не знаю какое дерево нужно вот этого главного вздернуть на нем лавочник светлейшие сэры я вы вы спасли меня если бы не большая спина я бы упал перед вами небольшая не больная спина я бы упал перед вами на колени но это не единственная шайка в наших лесах разбойники вернуться они всегда возвращаются что-то предлагаешь за все твои товары и деньги мы не останемся защищать тебя и на пару дней сэр ламберт служит императору и выполняет важную миссию бог с вами тут недалеко из лагерь наемников я посылал к ним помощника с деньгами но вороватая бестолочь умыкнула лошадь и уже наверное пропила украденная отнесите деньги тейлору он знает что с ними делать и лару мы можем деньги отнести конечно вороватая горит сволочь так это в другом месте лагерь наемника обратиться к тейлору лидеру наемников а чтобы он потом прикрывал местное народа населения но видимо так ладно друзья мои давайте на этой в общем оптимистичной ноте мы четвертую серию прохождение стартовой миссии кампании за империю поставим на паузу и продолжим уже в следующий поэтому всем кто смотрит летсплей спасибо за внимание стрим у нас сейчас продолжится говоря для тех кто наблюдает это прохождение онлайн это был антиквар оставляйте комментарии делитесь эмоциями впечатлениями за лайки всем кто поставит под этим роликом огромное спасибо всем удачи и до встречи пока